О духотворении и гармонии. Завершение концертного сезона Приднестровского государственного хора прошло именно на такой волне. Молитва «Авы Мария» в разных стилях и эпохах. Коллектив снова удивил зрителей многогранностью своего мастерства. Подробнее в нашем сюжете. «Авы Мария» – название последнего концертного сезона всеобъемлющее. Государственный хор исполнил молитву Богоматери в сочинении различных композиторов с 15 века по 21. Звучали и другие молитвы. «Отче наш» и «Лео Санна». Одна за другой эти композиции наполняли зал чистотой и легкостью. Даже на репетициях чувствовалась особая одухотворенная атмосфера. Мы репетировали эту программу, а это же молитвы. И мы молились. И вы знаете, что я заметила даже по моему коллективу. Потому что все приходят с работы, от маленьких детей, взбудораженные, нервные. Мы успокоились все. Эта музыка настолько благотворно действует на нас, просто музыка. Просто это удивительно. Людмила Гратова солирует в хоре со дня его основания. И каждый раз своим голосом ей удается затронуть глубины зрительских сердец. Чувствуем эйфорию некую, потому что на самом деле программа готовилась очень долго, в течение двух месяцев. Она очень объемная, она очень эмоциональная, одухотворенная, богатая гармонией. Мне очень понравился голос Людмилы Гратовой. Сила, звук. Высочайший профессионализм, очень широкий спектр. И эпохальный, и композиторы разных стран. В общем, все здорово. Просто наполнено и не хочется расплескать. Музыка божественная, чистая, просто. И такая тема, посвященная Аве Марии, это просто, конечно, такое собрание, квинтэссенция всем. Шикарная музыка. Есть интересные идеи и для следующего сезона, говорит руководитель хора. Приоткрыв завесу тайны, обещают новую программу акапелла и выступление с симфоническим оркестром. И это лишь часть задуманного. Оксана Ступа, Павел Божонко, Первый Приднестровский телеканал.